Девушки отдыхают Вот что интересно Все были в ужасе, полные балконы людей Расстрел инкассаторов на новых домах Убиты трое сотрудников Укрпочты, которые развозили деньги по отделениям На этот раз преступник совершил нападение утром, а не вечером За 14 лет уже седьмое подобное нападение в Харькове Неуловимый убийца и 17 погибших Есть ли связь между убийствами инкассаторов в разные годы? Вот здесь присутствует мой друг, командир взвода Который стоял на передовой И который похоронил своих пацанов И он видел смерть Так как вижу сегодня здесь я вас С третьего раза Харьковский горсовет признал Россию агрессором А кто был против, облит зеленкой Итак, подробности Черная пятница для Харькова Около 8 утра были убиты почтальоны группы сопровождения Укрпочты Которые развозили деньги по отделениям Когда они следовали по маршруту на улице Ньютона 107 Машину с надписью почта расстрелял неизвестный мужчина Водители двое почтальонов погибли на месте В бронежилете был лишь один человек из экипажа Двое были вообще без средств защиты После этого преступник забрал мешки с деньгами Приблизительно это 3 миллиона гривен И исчез с места преступления В Харькове объявлен план «Перехват» С подробностями Наталья Белокудри Пенсионерка Мария Старикова С утра вышла на улицу дежурить на лавочке Ожидала машину почтальонам Сегодня у нее как раз был день выплаты пенсии А когда показалось долгожданное авто Женщина услышала хлопки выстрелов И увидела мужчину в маске И слышим, типа, бог, бог, бог А я кажу, кажу, что хорошо Кажу, что можно собак кажу, бьюти Ага А потом это Я делюсь, вытягиваю я из этого Из кабины водителя Высокий, так и черный, и белая маска на нем Татьяна Николаевна тоже живет во дворе, где случилась трагедия Она видела из окна своей квартиры, как все произошло Уверяет, за считанные минуты Мужчина в маске прямо на ходу произвел больше 10 выстрелов Подбежал к водителю, вытащил тело и хотел уехать Но не смог завести машину Он, когда выстрелил, и я подбежала Уже один лежал Сзади этой машины А второго он уже выпихнул На моих глазах Вытащил из-под руля И голая спина мне была видна Вы знаете, выстрелы были Такие, как бы, и глухие Бах-бах-бах-бах-бах Если бы был глушитель, мы бы этого не слышали Но видно или как полуглушитель, или что-то такое Ну типа автомата, такой длинный, такой, понимаете, как с прицелом у целом И он же на ходу прямо бежал, тоже стрелял в эту машину Вот что интересно Все были в ужасе Полные балконы людей Потом люди видели, как нападавший остановил водителя на серебристом ВАЗ-2110 Выгнал его из-за руля и выгрузив добычу мешки из машины Укрпочты в десятку Уехал с места происшествия У парня машину отобрали, видать Угнался за ним, кричал, стой Отобрали машину, выкинули парня Слава Богу, не застрелили Вот то и все Кошмар Взрывотехники, эксперты, правоохранители и работники прокуратуры На месте трагедии собирают улики и свидетельства многочисленных очевидцев Звучат первое официальное заявление Автомобиль развозил утром денежные средства по отделениям Преступник в результате этих действий завладел деньгами примерно в размере 3 миллионов гривен Мы понимаем механизм совершения преступления У нас есть свидетели, очевидцы, видеоматериалы В данный момент следственное управление УВД области зарегистрировало уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Это умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах Правоохранители прямо на месте составляют ориентировку на злоумышленника И просят всех жителей сообщать любую информацию в службу 102 Мужчина ориентировочного возраста 40-45 лет Атлетического спортивного телосложения Рост 185-190 сантиметров Был одет в темные бриджи Камуфлированную футболку оливкового цвета И бейсболку светло-серого цвета С места происшествия преступник скрылся на автотранспортном средстве ВАЗ-2110 Государственный номер Анна Харитон 8632 Евгений Анна На месте тройного убийства работают и взрывотехники Они применяют современное оборудование, чтобы просканировать территорию Все следы, которые зафиксированы на месте происшествия Они фиксируются в формате 3D С 2001 года это уже седьмой случай в Харькове нападения и убийств людей, которые занимаются инкассацией и развозом денежных средств За это время убито 17 человек Преступник или преступники так и не найдены В этот раз преступник впервые действовал утром Напавни на инкассаторов, собравших выручку, а на тех, кто развозил деньги В остальном, говорят правоохранители, злодей действовал почти так же, как год назад на танкопии На сегодняшний момент мы в ходе осмотра места происшествия имеем общие родовые признаки Которые свидетельствуют о том, что совершение преступления данного в сегодняшний день Характеризуется однотипным применением и оружия, и механизма совершения преступления, как в прошлый раз При нападении на автотранспортные средства инкассаторской службы В Харькове области объявлен план перехват Наталья Белокудри, Андрей Домовой, агентство телевидения новости Сотрудники Укрпочты скорбят по убитым А правоохранители сообщают, обнаружена машина, на которой преступник скрылся с места преступления Главпочтамт на улице Кирова Именно здесь работали все трое убитых сотрудников Укрпочты На столике в холле у служебного входа во второй половине дня выставлены портреты Двух из троих погибших и два синих букета цветов Портрет третьего погибшего, рассказывают на охране, пока еще просто не успели оформить Вообще же сослуживцы подавлены и шокированы И просят не задавать никаких вопросов на камеру При этом не на камеру говорят, что у всех троих в их роковой выезд были бронежилеты Как это и предписывает инструкция Как и в случае с предыдущими расстрелами инкассаторов В Харькове был введен план перехват И так же, как и в предыдущих случаях, он пока не дал никаких результатов На милицейских КПП и блокпостах на выезде из города тщательно проверяются машины Водители в большинстве своем относятся к повышенным мерам контроля с пониманием Там мне не сложно открыть багажник абсолютно У меня там сложного ничего нет, запретного Между тем серебристая девятка, на которой убийца скрылся с места расстрела инкассаторов, уже найдена Автомобиль был брошен преступником в селе Харали Харьковского района Внешне машина целая, неразбитая и не сгоревшая На эвакуаторе автомобиль привезли в райотдел для проведения следственных действий Виталий Лапскир, Владимир Борох, агентство телевидения новостей Как и в прошлом году очевидцами расстрела стало множество людей Во дворе, где совершено тройное убийство, немало семей с детьми Они говорят, что чувствуют страх и незащищенность Во дворе домов 107 и 111 по улице Ньютона Местные жители весь день обсуждают резонансное убийство И вспоминают, кто что видел, спорят Шесть, да, было? Больше, наверное Нет, шесть, а он потом пауза у него, где-то секунд А потом, куда вышел Он догнал его, второго Ну, это который слева Да, да, да А тут сам водитель выпал, да, он ему шесть пульпы туда запустил И он спокойно отсюда сидел, вот тут где-то Смотрит, тут поворачивает О том, что видела, Надежда не может рассказывать спокойно Преступник, худощавый, с морщинистым лицом, в маске, хладнокровно на ее глазах застрелил одного из инкассаторов А потом отобрал автомобиль у водителя, проезжавшего мимо серебристую десятку, в которую и погрузил награбленное Вот тут паренек едет на машине Ну, я знаю, эту серебристую, эту машину знаю Она, я что, недалеко живу Десятка Не, не десятка Он туда проехал вот так И затормозил, и быстро обратно И вот тут развернулся, а этот начал вверх тревать Ну, этот, что у маски был, и все Версии о том, кто мог скрываться за хирургической маской, у жителей разнятся Кто-то утверждает, что это тот же преступник, который расстрелял инкассаторов в прошлом году на танкопии А кто-то видит здесь след террористов Но все сходятся во мнении Действовал профессионал, а преступление было четко продумано и подготовлено Почтовая машина, рассказывают местные жители, здесь проезжает два раза в день Но именно сегодня везли пенсии и детские деньги для выплат Все это везло сегодня, значит, оно было рассчитано Рассчитано, конечно Потому что это привозится раз в месяц, а не каждый день Так обычно он приезжает, выгружает там пакеты, еще что-то А сегодня вот Трагедии, уверены, можно было избежать, если бы организация или государство раскошелились на средства защиты Мало того, что инкассаторы ездили на стареньком УАЗике, так еще и без бронежилетов Правда, в этот раз, по данным прокуратуры, броня была на водителе Если бы было нормально все, машина была бронирована, техника обеспечена была Наверное, люди столько не погибли, такого не произошло Но ребят вы видели до этого, допустим, когда приезжали, тоже они без защиты Без защиты никогда Это они, я вообще всю жизнь думал, что они возят письма, посылки какие-то, которые люди передают Никто не сказал, что они возят там пенсию людям, никто никогда этого не думал От дерзкого преступления прямо под их окнами люди в шоке Говорят, хорошо, что не пострадал никто из детей Они как раз начинают в это время выходить гулять во двор, пока не жарко Теперь будем более усмотрительные, не знаю, меньше гулять будем Вообще меньше выходить будем, на самом деле, пока это все не закончится Может найдут, дай бог, конечно Оксана Нечипоренко, Александр Проценко, агентство телевидения новости Для Харькова это уже седьмое нападение на инкассаторов Первое произошло 14 лет назад За это время погибли 17 человек Однако до сих пор бандит остается неуловимым для местных правоохранителей Первое нападение на инкассаторов произошло 26 октября 2001 года на улице Деревянка Погиб сержант милиции, сотрудник ГСО Александр Шабельников По словам очевидцев, нападавших было двое Они использовали самодельный обрез и помимо денег украли еще и оружие сотрудника милиции автомат Калашникова Именно его использование, а также стиль нападений, герзкая стрельба в упор, невзирая на возможных свидетелей, станет отличительной особенностью банды Второе нападение они совершат также 26 октября, но уже 2005 года на улице Героев труда Погибли охранники Сбербанка Юрий Берко и Василий Герасимек Их коллега, стажер Сергей Ёщенко, получит тяжелое ранение Трагедия повторилась в 2006 году 8 ноября на Баварии расстреляли сотрудников госохраны Виталия Кухтина, Игоря Скрипника и инкассатора банка «Оваль» Владимира Лишенко Его 19-летний напарник Дмитрий Кубрак получил ранение и сильнейшую психологическую травму В 2009 году преступники совершили нападение 2 апреля На улице Клопцова были расстреляны сотрудники Сбербанка Дмитрий Журкин, Константин Косов и Сергей Ивченко Бандиты не побоялись стрелять в многолюдном месте и открыть лица Но, несмотря на наличие фоторобота, найти их опять не удалось В пятый раз нападение на инкассаторов произошло 28 ноября 2013 года На месте нападения улица Командарма Корка около супермаркета «Класс» Погиб 49-летний водитель ГСО Евгений Кроленко Тело его 28-летнего напарника Владимира Терещенко Убийца вывез на окраину города Год назад новый расстрел 17 июля преступник в светлой одежде спокойно расстрелял на новых домах инкассаторов И работника торговой сети «Пассад» Виталия Миргорода Анатолия Маслова и Виталия Борисенко Трагедия произошла вечером прямо около детской площадки Где как раз находилось много детей и их родителей Правоохранители не смогли перехватить преступника Машину, на которой он скрылся с места убийства Нашли спустя сутки около реки Студенок на окружной Но до сегодняшнего дня преступники не совершали нападений утром Они всегда ждали сбора полной кассы Сегодня традиция была нарушена Правоохранители уже признали связь между всеми этими преступлениями Марина Николаева, агентство телевидения новости Харьковский горсовет признал Россию агрессором Решение, которое большинство местных советов приняли несколько месяцев назад В Харькове прошло только с третьей попытки и по большой просьбе губернатора Первыми признать Россию агрессором потребовали пикетчики Активисты гражданской варты и партии Свобода Которые вышли с плакатами горсовета еще до начала сессии Активисты были уверены То, что вот уже полгода местные депутаты отказываются голосовать За факт признанный на областном и государственном уровне Является лишь заигрыванием с пророссийским электоратом перед местными велбарами В повестке дня этот вопрос появился только после личного обращения губернатора Игоря Райнина к мэру До этого вопрос уже дважды пытались внести на рассмотрение, начиная с февраля минувшего года Однако региональное большинство во главе с мэром было против Вот сейчас человек, депутат предлагает признать Россию агрессором Ну, во-первых, это не наша компетенция, это первое Второе, в нарушении регламента никто данного вопроса не рассматривал А также я хочу сказать, что Харьков приграничный город И мы все знаем, сколько у нас есть связи личных, неличных, предприятия связи С Российской Федерацией Поэтому я хочу, чтобы такие вопросы, очень-очень политические, в этом зале не рассматривались На этот раз Кернес по сути вопроса много не говорил Предоставив возможность наиболее левым коммунистам и представителю украинского выбора Медведчука Андрею Лесику Создавать нужную атмосферу Считаю, что мы не попугаи и не собираемся подражать каким-либо местским радам других городов У нас есть свое мнение, у нас есть депутаты Харьковского городского совета Самодостаточные люди, у которых есть свое мнение Это мнение базируется на мнении харьковчан Я подчеркну то, что войны не хочет никто То, что вы сегодня одели на себя флаг и позволяете себе кричать Это не значит, что вы патриоты и вы лучше, чем кто-то здесь другой А наша киевская власть, а наши ребята, которые с Майдана пришли Они что, не виноваты в том, что происходит? Виноваты! И поэтому, если мы принимаем такое обращение, то оно должно затрагивать все моменты В том числе, не делать одних белыми и пушистыми, а других черными и так далее И что касается самой России Россия участвует в переговорах, которые в том числе закончились минскими соглашениями Дополнительный камень, который мы сегодня кидаем в этот адрес Абсолютно не будет содействовать тому, чтобы минские договорности были реализованы Противники решения предсказуемо получили ответ от присутствующих в зале активистов И оппозиционных местной власти депутатов Ланьба! 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 Вот здесь присутствует мой друг, командир взвода, который стоял на передовой И который похоронил своих пацанов И он видел смерть, так как вижу сегодня здесь я вас И поэтому я категорически запрещаю вам говорить о том, что мы тут что-то раскачиваем Ваши ребята, украинские ребята гибнут А вы нам тут рассказываете о том, что Россия наш друг Неожиданно Маринина поддержали регионалы Какие именно губернатор использовал аргументы для мэра и горсовета осталось тайной Но голоса за признание России агрессором нашлись в достаточном количестве Конечно же за это проголосуют Более того, если подобное решение принял Конгресс Соединенных Штатов, парламент Канады Большинство парламентов, не хочу их перечислять, мира И все считают, что это так, что агрессор именно Россия Так смешно нам, депутатам, по истечению уже пятилетнего нашего пребывания в зале Не подтвердить эту общемировую точку зрения При этом регионалы не поддержали предложение оппозиционеров о поименном голосовании А потому загадкой так и осталось, кто именно из 69 избранников проголосовал за А коммуниста Алексея Перепелицу активисты дождались после сессии и щедро полили зеленкой В столкновении, по неподтвержденным данным, пострадал и один из сотрудников милиции Марина Николаева, Владимир Борох, агентство телевидения новости В эфире новости АТН и далее в региональном выпуске Пьянство переворачивает автомобили За сутки в Харьковской области произошли две аварии с нетрезвыми водителями В каждой по пять пострадавших Вчера начали много заяв подавать, и он уже начал включить этот сайт Я утром посмотрела, думаю, ну нет, все какое-то по старинке подам в бумажном виде Это более надежно, мне кажется Виртуальный сбой вызвал реальные очереди, как стартовала вступительная кампания в харьковских вузах У нас определенные сложности в этом плане Но наш персонал готов по первой просьбе, даже не надо требовать помогительным По первой просьбе помочь такому человеку попасть на станцию и попасть в состав В Харьковском метрополитене новые вагоны с местами для людей с ограниченными возможностями Но спуститься в метро на коляске сложнее, чем попасть в электропоезд на станции Подробности в региональном выпуске через несколько секунд Осторожно, за рулем пьяные За сутки в Харьковской области произошли две аварии с нетрезвыми водителями В каждой по пять пострадавших В первом случае у нетрезвого 16-летнего подростка даже не было прав Село Каменное Яруга Чугуевского района В 6 утра компания молодых людей, самому старшему, из которых 19 лет, не доехала из пункта А в пункт Б Их автомобиль по дороге перевернулся 16-летний подросток, который был за рулем, оказавшийся вверх колесами машины, был под воздействием алкоголя У лихого водителя ушиб плеча, у двух его товарищей 16 и 19 лет также ушибы Две девушки 16 и 17 лет получили более серьезные повреждения У одной из них закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана головы Ушиб позвоночника, ссадины У другой ушиб позвоночника и многочисленные ссадины тела и конечностей Авария по аналогичному сценарию произошла вечером этого же дня в Лозовой В воде автомобиля БМВ, также, находясь в состоянии алкогольного спьянения Не упорався с керуванием транспортным засобом Перевышивши швидкость руху Допустив наезд на перешкоду бордюрный камень с последующим перевертанием транспортного засоба Медпомощь потребовалась пятерым пассажирам, в том числе и четырехмесячному младенцу У мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение У его 23-летней матери ушибы головы У 45-летней жены водителя БМВ перелом руки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение У двух их сыновей 22 и 26 лет, травма головы, ушибы Галина Шподарева, Юрий Васильев, агентство телевидения новости Вступительная кампания стартовала и сразу же в первый день приема документов на поступление в Харьковских вузах Образовались огромные очереди Причина всему – сбой в электронной системе для регистрации абитуриентов, а также нововведение кампании В приемных комиссиях Харьковских вузов сегодня ажиотаж В медуниверситете записываются в очередь с 6 утра Атмосфера постепенно накаляется Многие приехали из районов области А потому возмущенные родители переживают, что их дети не успеют подать заявление Вот если иногородние, мы выехали три, чтобы сюда приехать Соответственно, я так понимаю, что мы сегодня не попадем Просто-напросто Потому что это списки, то еще что, теперь живая очередь, толкотня Прием документов ведется медленно Вот для детей это просто невыносимо В университете Каразина ажиотаж не меньше Абитуриенты рассказывают В электронной системе произошел сбой Многие не смогли зарегистрироваться И решили идти подавать заявление с документами лично Вчера начали много заяв подавать И он уже начал включить этот сайт Я утром посмотрела, думаю Нет, если какая-то по старинке подам в бумажном виде Это более надежно, мне кажется В Харьковских вузах рассказывают Количество бюджетных мест сократилось Ведь в этом году гораздо меньше выпускников Да и поступать теперь можно только по сертификату 2015 года Еще одним ноу-хаус стала приоритетность будущих профессий То есть несколько предыдущих лет Конкурсный отбор проводился по одной и той же схеме Которая в этом году претерпела существенные изменения То есть первое, что появилось в заявлении Абитуриен Должен указать приоритет каждого из своих заявлений И это очень важный момент для последующего конкурсного отбора Приоритетов этих может быть не более 15 Самые высокие единицы И когда единая база начнет формировать списки Рекомендованных к зачислению на места госзаказа Будут учитываться помимо конкурсного пала Еще и эти приоритеты После того, как компьютерная программа сформирует списки на бюджет Абитуриенту пришлют рекомендацию К поступлению по приоритетной для него специальности Все остальные заявления, уверяют в университетах, аннулируют Предпочтения абитуриенты отдают психологии, филологии, экономике, а также иностранным языкам Дело уже давно выбрало это Давно уже мечтаю поступить на журналиста Нравится, так вот с людьми взаимодействовать Вообще, я планирую с психологией связать свою жизнь Куда-то еще будете подавать? В Каразинопадам, тоже на лечебную Не хватает образованных экономистов у нас в Украине А особые условия в этом году предусмотрены для демобилизованных Они смогут поступить в УЗы без результатов в НОО Вступительная кампания продлится до конца июля А зачисление в УЗы стартует 10 августа Инна Степанишина, Александр Проценко, Агентство телевидения новости Потребляют меньше энергии и вмещают больше пассажиров Ко дню города на рельсы Харьковского метрополитена выйдет новый состав Из пяти вагонов, оборудованный видеокамерами и местами для людей с ограниченными возможностями Местному бюджету приобретения подземки обошлось почти в 120 миллионов гривен К приезду мэров депо Харьковского метрополитена подготовили заранее Чтобы доставить Геннадия Кернеса вагон прямо на инвалидные коляски Подогнали специальный подъемник Для сотен харьковских колясочников подняться или спуститься в сам метрополитен Гораздо более проблематично Никаких дат относительно того, когда спуски в подземку будут оборудованы пандусами По которым инвалиды смогут передвигаться без риска, получить травму в метрополитене не называют Пока специальные спуски и лифты заменяют сотрудники метрополитена Давайте так, мы стараемся максимально прикладывать усилия И разрабатываем всевозможные возможности, чтобы это было автоматизировано У нас определенные сложности в этом плане Но наш персонал готов по первой просьбе, даже не надо требовать, помогите нам По первой просьбе помочь такому человеку попасть на станцию, попасть в состав Те же пассажиры с инвалидностью, которые все же попадут через тернии к подземной станции И заедут в новый вагон, смогут поставить коляску в специальном месте и даже зафиксировать ее Места для пассажиров с ограниченными возможностями есть в новом приобретении Харьковской подземки В пятивагонном составе, купленном у Крюковского вагоностроительного завода На табло на лобовом стекле поезда пока высвечивается не название станции, а слово «обкатка» Но уже ко дню города, после всех проверок, поезд пустят на Салтовскую линию, обещают в КП На фоне старых составов этот гораздо экономнее, заверяют конструкторы Позволит тратить до 30% меньше электроэнергии В новые вагоны смогут вместиться до полутора тысяч пассажиров Это на 300-500 человек больше, чем в тех, что на ходу сейчас Расписывают плюсы новоприобретения в метрополитене Двери оборудованы кнопками индивидуального открытия, а в вагонах есть камеры видеонаблюдения В случае пожара, взрыва или другой экстремальной ситуации Пассажиры смогут эвакуироваться по специальному аварийному трапу Такие есть в голове и хвосте поезда Правда, пока это первый и единственный состав в Харькове, где они предусмотрены Состав купили за счет местного бюджета А вот сам метрополитен финансово в покупке не участвовал Только за прошлый год предприятие отрапортовало об убытках почти на 100 миллионов гривен В будущем мы закупим таких 10 составов Этот состав стоит 118 миллионов гривен Мы его купили с выплатой 3 года Рассрочка платежа 3 года равными частями Поэтому нам выгодно это Еще как минимум в 250 миллионов гривен Бюджету Харькова обойдется завершение строительства станции метро Победа В прошлом году на нее горсовет уже выделил 50 Крупные подарки горсоветра метрополитену, исчисляемые в тысячах и миллионах Не раз становились причиной бурных дискуссий в обществе Так, пять лет назад станцию Алексеевская обустроили 10 лавочками по 63 тысячи гривен каждая За эту сумму тогда можно было купить столько же новых автомобилей Не из дорогих, но и не из самых дешевых В 2011 году ремонт и подогрев ступенек на станциях исторический музей Советская А также реконструкция вентиляционного колодца Влетела городскому бюджету в 7 миллионов гривен В 2012 году в канун евро в метро поменяли таблички почти на 2 миллиона гривен Алена Сорока, Александр Проценко, агентство телевидения новости На Харьковщине прошел день поля На специальном семинаре производители делились опытом, а также обсуждали сбор урожая Кроме того, главный организатор компания Амака Украина презентовала несколько видов техники для выращивания зерновых и технических культур Комбайны, тракторы, почвообрабатывающая и пассивная техника На дне поля в Барвенковском районе компания Амака демонстрирует аграриям современные технологии для выращивания зерновых и технических культур В этом году, говорит гендиректор Дмитрий Бородей, закупить технику сельхозпроизводители могут по специальным предложениям Для технику, которая сейчас необходима, комбайны, бороны, дисковые чизели, то есть грунтовые снаряды, мы предлагаем рассчитывать следующим урожаем При этом мы даем цену выше рынковой на 15% Александр Гаврилюк работает в Амака уже 12 лет На дне поля его очень заинтересовал трактор Масей Фергюсон мощностью более 320 лошадиных сил Сейчас они покажут нам культиватор 12-рядный, который мы планируем взять, я думаю, дай бог возьмем Сейчас мы у них будем брать на осень новый трактор, их линейки, он только выходит осенью В Амака уверяют, кроме продаж техники, они обеспечат клиентов качественным сервисом и запасными частями Людмила Петренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости На выходных в Украине становится комфортная погода В субботу столбики термометров покажут до 22 градусов тепла во Львове, Луцке, Чернигове и Сумах А до 27 на Донбассе и на юге Крымского полуострова В воскресенье также от 22 до 27 со знаком плюс В Харькове на выходных будет пасмурная погода, правда осадков в Синоптике не обещают Жара, установившаяся в первой столице на этой неделе, также немного отступит В субботу 11 июля ночью по городу ожидается от 18 до 19 градусов тепла Днем воздух прогреется до 20 В воскресенье 12 июля ночью будет еще прохладнее Столбики термометра поднимутся до плюс 17 Дневная же температура составит 22 градуса тепла Вы смотрели новости АТН Больше сообщений на нашем сайте atn.ua В студии работал Александр Тихонов До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...